Добрый день, дорогие друзья, гости и подписчики нашего канала. Сегодня мы представляем к обзору каравана LDS Explore. Караван с полноценно двухместным размещением, раздельной душевой кабиной. Данный караван у нас оснащен мувером. Год выпуска у каравана 2010, стоимость 972 тысячи рублей. Разрешенная максимальная масса 750 килограмм, позволяющая эксплуатировать данный караван. Без дополнительной категории. Итак, LDS Explore, 10-й год. В комплекте полноценнейшая палатка. Мувер Power Touch Evolution. Прекрасное размещение, прекрасная планировка. Сопная головка Winterhoff WS3000. Ось BPW в данном случае. Итак, ну здесь аксессуары, касаемые частично палатки, касаемые противоугонного какого-то модуля комплекса. Встроенный газовый редуктор Трума. Место под два газовых баллона. Провода в комплекте. Здесь собственник у нас не жук. А я, в принципе, не ограбил караван при сдаче его в трейд-ин. Итак, закладная для палатки тента есть с двух сторон. Это очень актуально, когда хочется отдельное помещение, независимо от входа. По правой стороне решетки вентиляционные холодильника. Караван на оригинальных литых дисках. Мувер Power Touch Evolution. Бойлер Трума. Его газовая часть. Это транспортировочная крышка. Когда пользуемся болером, обязательно не забываем ее снимать. Это будет приток для горения газовой части. Ну и, соответственно, чтобы был паровый выхлоп. Здесь у нас место подключения насоса-помпы. Итак, фасад с окошком. Ой, без окошка, прошу прощения. Так как здесь раздельный санузел. Матированное окно у нас есть с левой стороны, касаемо санузла. Но раз здесь санузел, соответственно, здесь же у нас и кассета туалета с отдельным бачком смыва. Безусловно, есть закладная для тента и со стороны входа. Она никуда не денется. Газовое подключение для гриля. Место подключения 220 вольт плюс место собственной установки аккумулятора. Аккумулятор до 105-го. Никакие гелевые не нужны. Обыкновенные тяговые, глубокого разряда. Все гелевые, АГМ и так далее. Все новые, красивые, модные аккумуляторы. Они не заряжаются тем штатным зарядным устройством, которым оснащены караваны. Для них нужна либо импульсная, либо СФБшная зарядка. Здесь использование более лучшего аккумулятора у нас, как правило, только осложняет. Можно поставить и 120-й, но штатная зарядная его не будет просто банально тянуть. Сейчас свет в караване горит. И вот мы опять высаживаем аккумулятор Юриного автомобиля. Ну, давайте посмотрим по планировочке. Очень большой диван в передней части. Быстросъемная тумба с быстрым столом. Палаточка разместилась. Прилечь на данные диваны можно не разбирая. Ну и, конечно же, организовать большое спальное место здесь под силу. Интерьерные шторы. Переднее окно полное, без стоек. В москитке плюс фольга. Очень качественное и прекрасное состояние объек дивана. Вот они, без задиров, не прокуренные, не прожженные. Все как положено. Под правой частью дивана у нас расположился вот там, вот он, бойлер Трума. Там газовый кран. Так, под левым диваном, наверное, ничего, кроме блока управления космическим кораблем. Ну да, не залезть в него из-за палаточки. Так, ну а здесь у нас наши мойщики положили ковры. Значит, есть еще и комплект ковров. Так, быстрый стол из тумбры. Таким образом. Небольшие вещевые ящички есть. В передней части. Так, караван у нас и музычкой оснащен. Расколоночки есть. Углы и стыки безупречные. Посмотрим левую часть. Вот он. Шикарно. Все сухо, все как положено. Хороший панорамный люк в передней части, 50-й люк в зоне кухни. Топимся мы отопителем Трума Ультрафлоу, работающим от электричества. 220 вольт. Вот его включатель. И газовая часть, механическая пьезо. Ну и, конечно же, он с раздувом. Здесь на стоечке у нас предохранители горячей воды. Это включение бойлера. Это салонный. Включение бойлера от газа и включение отопления от электричества. Большое зеркало стоит. Пульт от мувера, кстати, есть. Сразу предупреждаем этот вопрос. Насос-помпа по традиции в моечке. Мойка из нержавеющей стали. Трехкомфорочная газовая поверхность. Не вижу пьезо. Пьезо нету. По старинке зажигалочкой. Я думаю, с этим можно как-то жить. Газовый гриль, газовая духовочка. Хорошее состояние. Пользовались. Место для хранения каких-то кухонных принадлежностей. Плюс газовые краны для отдельных потребителей газа. Есть у нас и ящичек для хранения столовых приборов. Холодильник. Безусловно, с большой морозильной камерой. И опять же, с механической пьезой для поджига работы от газа. Сам холодильник работает от электричества. 220 вольт. От газа. И от 12 вольт по 13-пиновой розетки. При условии наличия в борт-сети более 12,9 вольта. Места для хранения сухой и чистой посуды. Здесь, в принципе, достаточно очень такая объемная кухня. При этом места много для... Я не знаю, зачем здесь это все. Может быть, телевизора здесь я не вижу. Так, есть ящички. Интересная хорошая планировка. И вот такой вот огромный санузел с отдельно стоящей душевой кабиной. Она полностью в пластике. Есть у нас раковина для умывания. Унитаз Тетфорд тоже полностью механический. Давайте еще раз, скажем так, от входа по планировочке заходим. Есть раковина для умывания. Отдельно стоящий унитаз. Отдельно стоящая огромная душевая кабина. Вещевой шкаф. Вот он. С перекладиной для хранения верхней одежды. Есть у нас и вот такой вот еще подземный ход. Таких ручек я еще, честно сказать, не видел. Но они все на всех дверцах здесь. То есть, видимо, это такие штатные. Для туалетной бумаги держатель есть. Но это, судя по всему, для полотенца. И для, наверное, мыльно-рыльных каких-то принадлежностей. Также тут все есть. Хорошее предложение. Достаточно свежий караван. Хорошая комплектация с палаткой. С мувером. Вот, кстати, опять же, Power Product. К прошлым комментариям по поводу пультов от мувера. Вот такая же наклеечка должна быть именно и на мозгах, на электронном блоке управления, который находится, как правило, под диваном. Тогда стыковка этих пультов и электронного блока происходит достаточно легко. Ну что ж, подытожим. Это Eldes 2010 года. Стоимость его 972 тысячи рублей. Караван с прекрасной комплектацией. С великолепным светлым салоном. Ну и, в принципе, в прекрасном внешнем и техническом состоянии. Стоимость его 972 тысячи рублей. Караван в наличии. У нас на сайте смотрите все, скажем так, предложения. И на нашем канале на YouTube обзоры этих предложений. Благодарю вас за просмотры, за обратную связь, до новых обзоров и встречи у нас на площадке.